В год смерти Галилео Галилея Уже в отнюдь не шекспировской Англии родился Исаак Ньютон Совпадение поистине мистическое Эстафета передана Этот ученый, весьма набожный пуританин С церковью англиканской Не ссорился никогда В странней юности он посвятил себя Господу Богу Завораживающее таинство любого на востремление тела частей К своим природным местам По побуждению внутреннего начала Он объяснил законом всемирного тяготения Заменив образы формулами В лучших традициях пуританского рамизма Обогащенного развитием точных наук И Бог из пустоты, сделавшей Вселенную Претензий ему не выразил Потому что механистика такого Бога устраивает Как ничто другое И власть над безвольной махиной космоса Как нельзя лучше характеризует Всеподавляющее величие этого Бога А вот анимализм его уже прямо-таки оскорбляет Потому что одушевленные материи очень трудно управлять извне Он возрадуется, этот Бог возрадуется тому дню Когда идея одушевленности и разумности космоса Будет авторитетно объявлена наивной и ненаучной Ведь это тот самый Бог, не забудем А берегом от которого египтянам служили Проклинаемые им идолы, мешавшие Моисею молиться В стране победившего иконоборчества Я имею в виду Англию, естественно И пуританского рамизма Суждено было стать мастерской и даже фабрикой мира Но уже в смысле противоположном Изначальной герметической идее По крайней мере, нужно здесь помнить Все-таки о первичности оптимистического гнудиса В изначальной герметической традиции Герметической традиции, уходящей корнями в Египет в древние А в стране победившего просвещения Во Франции Солнце разума из всеобщего интеллекта Постепенно превратится в острый и ироничный Но уже безнадежно рациональный и частный ум энциклопедистов Католицизм и протестантизм Своим кровавым противоборством Поразив благородные сердца ренессансных гностиков И побудив их искать спасение от яд религиозной розни В мудрости всеобщей природы и религии вселенского разума Не отменяя взаимного неприятия Тем не менее, объединили усилия по выкорчевыванию корней космического сознания Наследие того удивительного взлета Которого достигла философская мысль в эпоху Возрождения Церковь жаждала утраченного всевластия В возвратах средневековой теократии Но несостоятельность ее претензий становилась все более очевидна Зато ее усилие в подавлении космической природы интеллекта Оказалось куда успешнее Возврат средневековья в этом смысле состоялся Но он привел в Европу не к теократии, как мечталось церкви А к окончательному крушению религии С позиции герметической философии это абсолютно закономерно Основа здорового и разумного религиозного чувства Которое разуму не противоречит Лежит в благоговении перед величием природы Обнаруживающей в своем бытии бытие божественное Разумное, прекрасное, великое, бесконечное Созидающие и побуждающие человека Любовно подражать божеству в этом созидании Война пантеизму, сенсуализму, анимализму Изгнание из мира души Неизбежно должны были превратить человека В биомеханизм и безвольный винтик В механизме социума А в гигантском механизме среди бездушных машин Душа человека растворяется именно что до полного исчезновения Так же как душа мира в холодной, черной и мертвой черноте космоса В средневековье церковь учила, что телесным миром правят демонические силы Контакт с которыми есть тягчайшее религиозное преступление Официальная средневековая наука по этой причине тяготела к абстракциям Практиками же были натуралисты-оккультисты Другой науки, кроме оккультной, прикладной, собственно говоря, не было Практиками были некроманты, алхимики, медики и астрологи Как правило, эти все профессии и направления знания Люди совмещали те, кто этим занимался Редуссансный взлет интеллекта стал возможен прежде всего Благодаря оживлению человеческой мысли Образностью классического искусства памяти И в результате человек увидел живой мир открытыми глазами Всесторонняя одаренность титанов возрождения, конечно же, не случайна А есть результат максимального сближения религии и философии Искусства и науки в ту эпоху Но реакцией на отход от ветхозаветной закваски христианства В пользу творческой природы человека Стала Северная Реформация, погрузившая Европу в пучину религиозных войн Вожди реформации итальянской, оккультные философы-неоплатоники Призывали католическую церковь пойти до конца Принять религию космического разума Ведь сам факт раскола церкви указывал на неблагополучие ее состояния Дуалистичность ее позиций, неизбежно выражавшуюся в лицемерии Упадке духовной жизни, стяжательстве, злоупотреблениях властью Что и дало повод лютеранам и кальвинистам для разрыва с Римом Однако они не успели с Римом порвать, как тут же проявили те же качества В ассортименте, в изобилии и даже в большем количестве Как это обычно и бывает И тем не менее Подавив реформацию в своей стране Римская церковь отказалась решать свои собственные назревшие проблемы и противоречия Можно сказать, прятала голову в песок, как страус Томмазо Кампанелло, объединив отвергнутую католицизмом герметическую идею С принесенным им во Францию призывом к просвещенной монархии Тем самым, хотел он того или нет, дал государственной власти, светской власти, громадный козырь в ее борьбе за независимость от папства А философская концепция герметизма, направленная на развитие творческих способностей человека Послужила импульсом для развития уже чисто светской культуры и науки Тесно связанных с распространением и ростом влияния масонства Наследники поздней ренессансной оккультной традиции масоны 17-го и 18-го веков, прежде всего Исповедовали принцип веротерпимости в силу признания несостоятельности всех религий Ибо все они историчны, утверждали масоны Перед единственной вечной и верной религией разума Истина, которая раскрывается в разные эпохи, в разных аспектах Масонские ложи, тайные общества посвященных, ставили своей целью приготовление человеческого общества к грядущей эпохе разума Которая станет эрой человеколюбия, справедливости, свободы, братства и равноправия Так это декларировалось Ставшая притчей во языцах политическая борьба иезуитов с масонами в 18-19 веках Неминуемо должна была выразиться и в обострении идейного противоречия Иезуиты считали масонов, в общем-то до сих пор считают, самыми страшными врагами церкви и христианства Озабоченными исключительно подрывом устоев нравственности и благочестия А их религию разума понимали как безбожие Доказательством которого якобы служило масонское безразличие к межрелигиозным и межконфессиональным конфликтам Настойчивые утверждения, будто бы религия, разума и безбожие суть одно Сыграли свою роль, естественно, в появлении и распространении по Европе Уже действительно настоящего атеизма То есть спровоцировали появление атеизма и распространение его, и его популярность Тем более, что Матерь Церковь своими преследованиями сенсуализма и пантеизма Создала все предпосылки для появления материалистической науки О неживой природе и хаотическом самодвижении молекул Это абсолютно логично И без этого условия мысль научная вполне вероятно и очень вероятно Развивалась бы в несколько иного направления Впрочем, христианство тут не одиноко Если вспомнить Дакосту и Спинозу, это, так сказать, коллеги Джордана Бруна Из иудейского лагеря, то есть они были иудеями И были отучены на синагоге, я напоминаю Но это лишь отсылает нас к ветхозаветным корням христианства И конкретно к антиегипетской религии Моисея Антиегипетской в смысле антиприродной Которая противопоставляет Бога природе И так религия прокляла разум И, ответив ей взаимностью, разум обернулся безумием Призрак стал реальностью И они пришли, потому что их позвали в этот мир Пришли, чтобы пользоваться его благами Не ведая благодарности И не останавливаясь ни перед чем И они пожирают людей, вещи, планету Они готовы сражать всю Вселенную Вот те, кто пришли Вследствие вот этого казуса исторического Бог умер Это такой дверь, какой движал Ницше Или это просто зверь Вот самый зверь Сбросил с себя маску за ненадобностью То есть она ему больше не нужна Теперь стала Великая французская революция Объявившая Францию атеистической страной Первая страна атеистическая Это Франция Рубившая головы священникам и аристократам Начиная с короля Пользовалась масонскими призывами К свободе, равенству и братству Вот собственно говоря Так закончилась эпоха просвещения Вот на самом деле очень интересно Начиналась эпоха просвещения С ее истоки Идеи о просвещенной монархии Король солнца, король просветитель И закончилась эта эпоха Так сказать, тем, что восставший народ Срубил королю голову И не только королю Вот, кстати Свобода, равенство, братство Это действительно масонский лозунг Эра разума Я напоминаю, что стихия разума в оккультизме Связана со стихией воздуха Вот, свобода Это воздушный знак водолей Равенство Это воздушный знак весы Братство Знак близнецы Три знака воздуха Действительно Смысл именно такой Просто все уже давно забыли Потому что Оккультизм давно уже Так сказать Никому не интересен Но тем не менее Пришло это оттуда И смысл этот был Еще, так сказать В 18 веке его помнили Вот А в 19 столетии После бурного романтического подъема Атеистическая идея Получила детальное научное развитие Отряхнув в себя Всякий мистицизм, демонизм И богоборчество Ибо странно, согласитесь Было бы бороться с тем Чего не существует Стало философским приложением К социалистической и коммунистической идее Чтобы в конце концов Уже в 20 столетии Превратиться в государственную религию Фактически Советской страны Где утопию Томаса Мора И город солнца Кампанеллы Считали мечтами о том Самом коммунистическом рай Который в этой стране Вот-вот будет построен А после крушения Этого рая Его тотчас же Объявили адом Чему мы все с вами свидетели Итак, век 21 Астрологи снова бьются Над загадками Нострадамуса Малограмотные шарлатаны Зарабатывают на жизнь Снятием порчи из глаза А серьезные ученые Продолжают свои опыты В области генной инженерии Как и их средневековые Идейные предшественники Чрезвычайно озабоченные Проблемой физического бессмертия И созданием искусственного человека Ну, потому что Природа же Она же дура Она же человека создала несовершенным И вот мы ее все пытаемся исправить Таким образом Возврат в средневековье Абсолютно очевиден Человечество Излечилось Как бы От обожествления природы Человек потрошит землю И расщепляет атом Зато и в смирении Ему, в общем-то, не откажешь Потому что он себя Считает потомком обезьяны И совершенно без зрения совести Обосновывает Свою абсолютную животность Свою импульсивность Инстинктивность Свой эгоизм То есть Это очень Выгодное смирение Очень удобное Такое Божественности мы уже Все эти не ищем И в нее не верим Вот Христианская религия Так это не парадоксально Я прошу Понять меня Правильно Я говорю Не об ученице Христа А христианской религии Сделала свое дело Зверю Тому самому О котором Бру написал Она больше не нужна Теперь он Отбросил ханжество И торжествует Абсолютно Открыто И откровенно И не это ли есть Спрашивается Старость И безверие мира Пресказанные Воскрепии Одном из Керематических текстов Субтитры создавал DimaTorzok